Все, знаешь, кажут по десять раз на день. Дякую Богу за все, что было, и было так, как было. Дякую Богу за то, что есть, и есть так есть, как есть. Все, вот это моя молитва. Бога требует благодарить. Мы привыкли так, Господи, поможи, иди на вокзал, и ой, я бы им лишь на поезд не запоздилася. Все, Боже, поможи, поможи. А когда скажут, Боже, дякую, мы забываем. Мы же просто дай, дай, дай. А мы на это не звертаем увагу, увагу. Это психология, люди не понимают. И так и в жизни. Дай, дай. А что ты сделал для державы? Ты первый меня извидал. По что тебе надо делать? Вася, каждый из себя наизвестит, что ты сделал для державы. Все, вот тебе и ответ. Никонич не сделал. Лишь дай, дай, украв десь там, ци струча, ци дрива десь, что мы, кто приволочил в думе, что украсили. Что дай, дай. А дякую. А благодарность? Самое паршивое в свете есть, в натуре человека, это быть неблагодарным. Май великая помилка, людина. Быть неблагодарным, а еще какие-то хорошие дела, это неблагодарные. Это преступление. Это значит, ты служишь дьяволу, а не Богу. Потому что теперь дьявол имеет такую же силу, как и Господь Бог. Однако. Они однако силу имеют. И будет великая бедка. Так как в Библии написано. Переможе Бог. На тысячу лет он женив под земля дьявола, и тогда будет на земле тот рай, где был Адам и Йева. Но когда Йева согрешила, Бог наказал людство. Мы могли жить в районе. Так как теперь, когда нас могли Павлиной ходить, мы могли лапить, мы могли быть и сыты, манну есть, лизать и так далее. Но мы то все втратили. Потому что мы предали. Мы изменили. А предательство? То великая греха. Я много бы мог тебе говорити, потому что знаю. Знаешь, Вася, когда уже... Ну, мне теперь уже 82-й год. Как ты сказать? Я над этим никогда не задумывался. То все дурнется, кілька лет. Старик не тот, кто внешне стар, а кто в глубине души устал. Тот старик. А я молодой, Богу, дякую. У меня есть нища, которым я помогаю постоянно. Есть одна такая галка в Мукачеве, которая была когда-то учителькой, теперь пришла с Розума. И она поднаходит все такое. Я ей постоянно куплю есть, там даю что-то и так далее. И она мне говорит, дедушка, ты будешь жить 103 года. Чему-то у нас всякое 103. Не 104, а 103 года. А у Галка хорошо. Один раз я подхожу до ней, а у нас сарачат, она с ситками, это все тягать, там по поездам. И каже мне, дедушка, я прошу Господа, чтобы нам дал мне смерть, а он мне дает. Кажу, Галка, не греши. Бог знает, кому что дать, что взять и когда взять. А последний раз я подошел до ней, она уже оптимистично и говорит, дедушка, мы бедные, но счастливые. Это оптимизм. Разумеете? Он тоже очень важливый. Нам тоже теперь требует оптимизм. Не лишь пессимизм, а оптимизм потребует. Ну, как ты казать, Вася, так им себя радово, когда мы алого поклали в ту администрацию. Он думал, поможет мне сделать имя в памятнице, уберешься эту банду, понимаешь? Ай, потому что никому ничего не требует. Вася, ничего никому не требует. Только дай, 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 и дай, и дай, и дай. А уже и брати, нищие, а все равно дай. Да. Ну, так что ты, щупишь? У меня уже все сильные, все померли. Слава помер, прощуем бы, сарачи последние. Хижася б стала, Веронина хижася б стала, то все упустило. Меня уже туда нич не тягне. Еще до Кислава жив, тетя Глоня, бо чтось моюсти понесу, чтось мою там, та він сарадово, мені чекав, мене сарачили. А теперь меня никого не чекать. А хоть тебе, Вася, никого не чекать, то нашу и ты. Понимаешь? Человека тягне туди, что ты комусь потребный. Это тоже очень важно. Пока ты необходимый, Вася, до тут ты живешь. Если ты уже никому не необходимый, это уже конец, финал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok